Судьбу школы деревни Кошмаш и Маргаушского района обсуждают на всех уровнях. Из-за веткости здания Роспотребнадзор признал ее негодной для обучения. Родители же надеются, что ее все же можно отстоять и пишут письма во всей инстанции. Взвесить все за и против попыталась наша съемочная группа. То, что школа в Кошмашах и черпала свой ресурс, видно невооруженным глазом. Здание деревянное, оборудование старое. Да и специалисты Роспотребнадзора свой вердикт менять не собираются. Кошмашка основной общеобразовательной школы не соответствует тренеру СанПИН. И здесь санпиновские пункты идут, можете прочитать. И по какому виду не соответствует. Заключение вынесено, окончательное заключение 23 марта 2017 года. Первоначально новую школу хотели построить в самих Кошмашах. Были предусмотрены средства, миллион триста рублей из района бюджета. И они были направлены, целевые деньги, на проектирование новой школы. Можем своим глазам убедиться, эта территория рядом со старой школой находится. К этому месту уже сделана дорога. И чтобы решение вопроса демографического, чтобы больше семей было, чтобы рождалось больше детей, запланировано выделение земельных участков под строительство, индивидуальное жилье строительство в количестве 90. Решение депутата вполне объяснимо. Если рядом построят дома многодетные семьи, то новая школа вполне заполнится. Паражки! Паражки! Министерство образования Чувашии предложило жителям села два варианта. Первый – возить детей в Маргауши. Средняя школа входит в топ-200 лучших сельских школ. Столовая на 250 мест, оборудование по последнему слову техники, обновленный спортзал и туалеты, оснащенные по программе «Доступная среда» – говорят о полной готовности к новому учебному году. Но есть одно «но». По новому Санпину мы можем принимать только 785. Поэтому в этом учебном году мы вынуждены перейти на вторую смену. Выводим в этом году и пятые классы. И, конечно же, переход на вторую смену налагает на нас дополнительную нагрузку. Это подвоз детей, это питание детей и занятие детей дополнительным образованием. Кошмарская школа, она находится в шаговой доступности практически от центра Косинской школы. Центра Косинская школа, она недогружена по санитарным правилам тоже. И есть возможность принять детей Кошмарской школы без дополнительных таких, скажем, нагрузок. У родителей свои резонные. В гостях хорошо, а дома лучше. Вы думаете, в Маргаушах родители очень счастливы будут принимать столько детей? У них своя жизнь там, причем дорога, причем что-то. Когда можно вот в этом райском уголке, я вот оттуда приехала, прелесть было гадать. А там в Маргаушах я недалеко живу. Там проходить невозможно. Там постоянно машины, машины. Родителям будет тяжело, потому что начиная с первого класса, тут уже сказали, я повторяться не буду. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый классы. Родители уходят на работу, они говорят, ага, сынок, из школы придешь, и это будешь делать, то-то, то-то, то-то. А там автобус жди, нету. А здесь уставаются, после урока остаются, бегают, играют, футбол, волейбол, по вечерам собираются. А там автобус надо ждать. В Сеатр-Косах по тому же новому Санпину школа рассчитана на 225 мест. Пока здесь обучается 158 детей. Вместить еще около 80 кошмарских учеников тоже весьма проблематично. Мы бы рады сохранить эту школу, но эта школа, она старая, и, соответственно, все те федеральные структуры, которые уполномочены принимать решение по разрешению на эксплуатацию того или иного здания, дали отрицательное заключение. Какое качественное образование мы там можем предоставить детишкам, когда у них оборудование, вот это оборудование допотопное где-то 60-70-х годов, так, да? Они маленькие стоят. Да. Спортивные площадки, там уклон где-то градусов 7-8. Какое качество, значит, мы оказание можем оказать? То, что качественное образование можно получить только в современных школах, никто не отрицает. Перестраиваться и педагогам, и ученикам, наверное, будет не так легко, но время диктует свои условия. Главное, чтобы ребята получали нужный объем знаний.